Добрый день, утро или вечер. Всем привет из Канады. Сегодня мы с вами снова отправляемся в Юникло. Посмотрим, что нового нам привезли. Может быть, что-то интересное мы с вами и найдем. Появилась у нас линейка Джилл Сандер. Немного, вот буквально несколько вещей, которые я, конечно же, взяла в примерочную. Мы их с вами в конце видео примерим. Вернее, не в конце, а практически все видео будет в примерке. А вначале я сняла, чуть-чуть сняла, что есть Юникло. Некоторые вещи вышли на распродажу. Вот эти юбки за 20 долларов. Я тоже взяла в примерочную ее примерять. И вот эти вот шарфы, которые я в одном из своих влогов отмечала, они... Чистый шерстяной шарф, он стоил 30 долларов, тоже недорого. Сейчас он стоит вообще 13. Он есть в трех цветах. Светло-серый, вот такой оранжевый, бледно-оранжевый, темно-серый. Я, конечно, не удержала. За 13 долларов шерстяной свитер я унесла с собой домой. И вот сняла вам очень смешная и интересная одежда. Это, конечно, домашняя, ночная, типа пижамы или вот дома быть. Это такие шортики махровые, очень мягкие, очень приятные. Стоят они 15 долларов. Упакованы они вот в такую вот упаковочку кругленькую, знаете, удобную такую, что вот легко, опять же, можно дарить. Тянутся. Они на вид такие маленькие, но они очень тягучие такие, знаете, как нижнее белье. Вот показано, что вы можете их носить с худи, с толстовками. И это, в принципе, такая домашняя, ночная одежда, я бы сказала. В комплект к ним можно купить две пары вот такие вот носочки. Тоже очень мягенькие, приятные, махровые. У меня есть такого типа, я их ношу дома. Это просто прелесть, так в них удобно и приятно. Две пары стоят 15 долларов, немножко дорого. Ну все, давайте смотреть примерки. Добрый день, дорогие друзья. Догадайтесь, где мы с вами находимся. Вы угадали. Мы с вами находимся в Винни-Кло. Прекрасный, большой примерочный, который я люблю и страстно обожаю. Несколько видео подряд у меня были какие-то обломы с ней. Но сегодня я пришла, и она оказалась свободна. И я ей завладела. Серьезно, надолго. Сегодня мы будем собирать такую, знаете, базовую базу. У нас, кстати, появились вот такие вот вещи из коллекции. Плюс J, J+, не знаю, как правильно их называть. Чему я очень рада. Немного. Вот я принесла пальто. Там у меня есть джинсы, несколько топов. Что там еще там есть? У нас есть еще пуховики продаются. Но пуховики я не стала брать, потому что пуховик совершенно обыкновенный. На самом деле, все остальное тоже ничего такого особенного. Но ради, так сказать, фирмы мы фамилии. Так, на мне сегодня розовый шарф. Главная часть моего гардероба. Главная составляющая последние несколько недель. Потому что у нас довольно холодно. На мне такое вот пальто. Типа шубка-пальто. В общем-то и шуба, и пальто. Без подкладки. И сейчас мне покажу, что пойму. Голубой и свитер. Бордовая юбка из кружева. Пояс под цвет юбки. Брошка моя, вы знаете ее под цвет юбки. Серьги у меня тоже такие. Под брошечку. В общем, вся я в тон. И ботинки у меня вот такие вот бордовые. Под трокодилом. Честно говоря, у нас очень холодно. Но я вот жертвую своим здоровьем нашу тонкие кружевные юбки. Пока еще не очень холодно. Очень холодно я немножко преувеличила. На самом деле у нас где-то 0 градусов, минус 2. Но для Канады это на самом деле вообще тепло, можно сказать, жара. Так что вот пока я пользуюсь возможностью и вот ношу вот такие вот длинные юбки, можно сказать. Но уже скоро-скоро-скоро совсем у вас встать тучковно и все это прекратится. Так, давайте мы будем примерять. Вот. Начнем с чего? Не знаю, но начнем с чего-то. И начинаем мы с базового синего платья, которые, по-моему, появились у них недавно. По-моему, раньше их не было. Они из трех цветов. Синяя, бежевая или такой таук у нас, как называется, цвет. Или такой светло-коричневый. Оно страшно липнет ко мне. Но, в принципе, я хочу вам сказать, что оно довольно хорошо. Барышни с морбой. Что за звонки? Оно очень липнет, очень прилипает, потому что на мне надеты колготки. И вот антистатик мне еще не хватало с собой носить, чтобы, знаете, не прилипало. Ну, в общем, платье прямое, обычное, но я вам хочу сказать, зимой очень плотное. Мне кажется, что в нем очень удобно зимой. Зимой, потому что трикотаж не тонкий, а такой довольно плотный. Прямо такой, знаете, не такой какой-то такой вязанный, а именно вот как трикотаж. Состав я потом посмотрю. Но вот длина у него довольно хорошая. Выглядит оно неплохо. В принципе, вот такое вот горло неплохое. Довольно скучное, скажем так, платье. Но повторюсь, что такие платья – это самая благодатная вещь, потому что к нему можно надевать любые бусы, пояса, обувь играться. В общем, такой, знаете, как чистый куз, на который можно повесить абсолютно все что угодно. Кстати, сейчас я померю с моим поясом. Вот видите, с поясом и сразу оно становится такое элегантное, приталенное, изящное. Пояс можно абсолютно любой. Можно такой обычный, можно нарядный пояс. В общем, мне нравится это платье еще и потому, что у него довольно хорошая длина. Помните, я примеряла платье в… Массимо Дути. И там были какие-то они странные длины. И потом мне девочки написали, что это не платье, это туника, что его надо носить с чем-то более, ну, с леггинсами, с какими-то или с брюками. Но вот с этим платьем ничего не надо придумывать. У него хорошая длина. Она не очень длинная, не очень короткая. Вполне-таки очень базовое, базовое, хорошее платье. Я решила примерить его с верхней одеждой. Это такая, как жакет Джил Сандер. Это вот эта вот их коллекция J+. Плюс J. Интересная вещь. Делала я монохрум. Очень подходит по цвету. Синее платье и вот этот вот… Вот этот вот жакет. Я затрудняюсь назвать его курткой, потому что это просто ткань без подкладки. Но немножко, знаете, напоминает как будто бы кейп. Но, в принципе, это вот куртка. Вот сейчас я ее застегнула. У нее открытые пуговицы. Вот здесь карманы. Синяя на синем не очень видно. Я потом и примерю с чем-нибудь еще, чтобы вы могли, так сказать, оценить ее. Она выглядит довольно неплохо, довольно элегантно. Мне нравится. Ну, такой вот сейчас у меня получился очень мрачный образ. Но эта вещь, в общем-то, на камере от жизни, это выглядит совсем неплохо. Довольно так элегантно, однотонно и очень, так, по-французски, знаете. А мы сейчас наденем сверху розовый шарф. И вуаля, сделаем развалину. Посмотрите, как пригодился мне мой розовый шарфик. Вот вы добавляете какой-нибудь светлый шарфик, и ваш образ становится намного более, ну, таким, веселым и жизнеразным. Если я еще расстегнула, и вот у меня тут виднеется мой бордовый пояс, розовым шарфиком перекликается, по-моему, совсем неплохо. Вот бордовые ботинки. Ну, в общем, вы понимаете, да, образ очень лаконичный, но такой, знаете, базовый, но, в принципе, очень элегантный на носке. Так, давайте посмотрим на это платье. Размер медиум я примеряла, то есть оно, в принципе, размеры такие, довольно объемные. Значит, это синий цвет. Стоит оно 50 долларов сейчас. И в состав его входит 28% акрил, 28% полиэстер, 26% найлон, 18% модалл. Ну, в общем, ничего натурального в нем нет. Но оно очень, знаете, такое вот, просто смотрите, видите, оно очень плотное, плотное, вот такой плотной ткани. Я думаю, что даже несмотря на отсутствие шерсти и то, что у нас синтетика, но я думаю, что в нем не будет холодно. Именно из-за плотности, из-за плотности вот этой ткани. Так, курточка Жил Сандер у нас стоит 180 долларов, немало. Ну, у них все еще дорогие. Значит, размер медиум я примеряла. И в состав входит 69% шерсти и 29% нейлон и 2% полиэстер. И подкладка 100% полиэстер. Если честно говоря, я сказала вам, что подкладки нету, но подкладка есть вот здесь. Вот небольшая на спинке, там что-то такое на карманах. Вот здесь вот это вот тоже полиэстер. А в принципе шерсть, довольно большой состав шерсти, 70% почти вот ткань, шерстена. И она действительно тоже такая вот очень приятная на ощупь, такая, знаете, тепленькая, хорошенькая. Единственное, что, конечно, это не на зиму, а скорее такой осенний-весенний вариант. Еще одно платье, на которое я очень давно смотрела. Они есть сейчас в двух цветах, и они сейчас на сейле. Не помню, сколько я потом выйду в зал, сниму и покажу вам, сколько оно еще стоит. Это, знаете, обычный трикотаж, хлопковый трикотаж. Я надеюсь, что хлопковый. Может быть, с ним есть какая-то синтетика, но на вид вроде бы хлопковый. Обычная вот такая вот рукава, сверху вот эта кокетка. Опять же, давно на них смотрела на эти платья и с соображений применить его в свой гардероб как домашнее. У него есть карманы, очень это удобно. Но, вы знаете, мне кажется, что, в принципе, при хорошей, так сказать, стилизации его можно носить не только дома, абсолютно не только дома, но и куда угодно. Потому что, в принципе, оно, вот знаете, тоже базовое платье, очень базовый цвет такой песочный. И я, я не знаю, вы слышите это, я сюда зашла, примерно, была тишина. Я пришла, и была тишина гробовая. Но как только я зашла и начала примерять, народ там начал просто вообще фестиваль молодежи и студентов Гавайи. Так, ну ладно. В общем, платье, базовое платье с карманами, трикотажное. Посмотрим его состав. Я надеюсь, что оно хлопковое. Мне кажется, что оно очень удобное. К нему как бы в комплект. Как верхняя одежда. Я принесла такое пальто. Мне очень оно понравилось. Оно есть двух цветов. Есть вот это такое светло-коричневое. Есть такой цветокеамол. Такое классическое цветопальто типа Максмара. Но они все оставались в размере экстра-ларч. И вот это на мне ларч. Единственное, что я нашла. И, в принципе, оно на мне сидит довольно неплохо. Довольно объемное такое. Рукава длинноватая, конечно. Но, в принципе, по размеру, мне кажется, что оно мне очень в самый раз. Ну вот, если учесть, что вниз пододеть что-то теплые, свитера толстые. Карманы, не пойму, зашит или пытаюсь. Ох, вот, попало. Рукава длинная. Если рукава обрезать или закатать, то, в принципе, размер ларч по нынешним меркам оверсайза вполне на мне хорошо сел. Я думаю, что и Эмбл бы нормально. Чуть-чуть поменьше, но, в принципе, неплохо, наверное. Вы знаете, оно выглядит очень-очень неплохо за его цену. Единственное, что, опять же, в нем нет подкладки. То есть, это, опять же, платье на пальто на осень-весну. Но, видите, оно настолько хорошо выглядит. Вот у него такие разрезы по бокам. Оно выглядит не как пальто или неплохо. Если честно, оно выглядит намного более дорогим. Значит, стоит оно 109 долларов. Может быть, и нет на него распродажи. Я, честно говоря, может быть, и ошибаюсь. Может, оно столько и стоит. Но, судя по тому, что их осталось очень мало в магазине, я почему-то подумала, что оно сейчас на селе. Но, вот, точно не скажу. Потом сниму и покажу. Вот такое вот пальто. Опять же, как базовый вариант, как базовая модель. Очень симпатичная. Очень мне нравится. Итак, они назвали этот цвет хаки. Я бы не сказала. Я бы сказала, что это, видите, такой светло-коричневый или темно-бежевый. Ну, окей, хаки. Я не вижу в нем совершенно никакого хаки. Значит, стоит оно 109,90-110 долларов. Размер large. И в состав у него входит 42 найлон, 37% шерсти, 21 полиэстер. Подкладка полиэстер. Ну, в общем, везде полиэстер. Короче, в ткань входит 37% шерсти. Она очень выглядит, как дорогая ткань. Она не мятая, не какая-то сжатая. Хорошо шито, хорошо сделано. Я ни к чему не могу придраться. Единственное, что нет подкладки, конечно, это минус. Но, вот, выглядит оно довольно, довольно хорошо и довольно достойно. Не могу сказать, что я к нему имею какие-то претензии. Платье стоит 49 дежур, размер medium. И состоит оно 60% полиэстер, 40% хлопок. И что-то еще, 78 хлопок и 22 полиэстера. Я думаю, что это вот эта вот оторочка на рукавах и на горле. И, в общем, так, что у нас получается. Так, 40% картон входит в его состав. Ну, окей, я сказала, что похоже на хлопковое. Она, в принципе, неплохое платье, неплохое. Еще один довольно базовый комплект. Я хочу сказать, что вот эта юбка мне очень нравится. Тем более, что они сейчас на распродаже. Здесь написано, что она стоит 50 долларов. На самом деле, по-моему, она стоит 20. И мне прямо она понравилась. Это восьмой размер, я примеряю. И она... Они есть тоже, по-моему, в таком цвете. В бежевом, защитном и синим, не помню. Карманы. Значит, довольно высокая талия у нее. И замочек. И застежка здесь. И здесь есть вот такие вот шлепки, что можно пояс надевать. И вот такие вот карманчики. И она очень такая длинная и расклешенная. И очень приятная. Если честно, мне она очень нравится. Я еще уточню, сколько она стоит. И прямо вот она мне нравится. И свитер у меня крупный такой вязкий, резинкой. Немножко горло. Похож немножко на тот, с которым я пришла в глубом свитере. И вот посмотрите же. Только у меня очень все липнет к моим колготкам. Но посмотрите, совсем неплохо. Мне кажется, что совсем неплохо. Свитер, по-моему, размер large. Я взяла, да. Чтобы побольше, пообъемнее. Потому что свитера, я вам должна сказать, что свитера бенекло довольно-таки маленькие, узенькие. И я всегда, раньше я брала medium, смол даже иногда. Сейчас я поняла, что мне надо брать варчину. И я выросла чуть-чуть в размерах. Так что, вот. Давайте я вам покажу, какой он длины, на самом деле. Я его так немножко подзаправила, чтобы выглядело это более изящно и элегантно. А на самом деле, вот такой вот он длины. Вот так вот он выглядит. Хорошая длина. Я считаю, что размер large даже и совсем он не оверсайз. Он бы мог, я бы могла экстра large вполне на себя надеть. И был бы он длиннее и пошире немножко. Ну и large, в принципе, нормально, вполне неплохо, мне кажется, девочки. И, конечно же, по логике вещей я примерила его с этим пальто. И, конечно же, по логике вещей я примерила его с этим пальто. Потому что по цветам оно очень подходит. По длине, я бы сказала, не очень, потому что юбка получается длиннее, чем пальто. И это не очень красиво, на мой взгляд. Вообще, юбка длинноватая. Она могла быть и короче. Но вот эти вот цвета, все три, по-моему, очень хорошо сочетаются друг с другом. Потому что все, в принципе, одного тома. Горчичный, бежевый и такой светло-коричневый. Хотя они называют его хатт. Попробовала я померить с Джил Сандер курточкой. Тоже неплохо. В принципе, как бы не обязательно же, оно все должно быть в тон, в тон. Мне кажется, что вот эта синяя куртка, она вообще ко всему подходит. Рукава очень длинная. Давайте я их закатаю сейчас. Может, они и должны быть такие закатанные? Потому что уж очень длинные. Вот. Очень-очень симпатично. Мучаюсь я, слушайте, со своими колготами сегодня, девочки. Но такой у меня еще не было. Фиаско. Фиаско с колготами. Потому что к ним липнет. Я сначала подумала, что вот это платье синее, оно очень электризуется. Липнет колготком. Вот эта юбка, в принципе, она хлопковая, по-моему, и тоже она страшно прилипает. Поэтому я как бы подозреваю, что что-то не то с моими колготками. Ну, во всяком случае, вот видите, такой комплект тоже очень симпатичный. Видите, с горчично-бежевым, с синим. Вообще, очень красиво сочетает баллу. Итак, юбка. Размер 8, 50 долларов. Но она меньше сейчас стоит. Цвет бежевый, 100% хлопок. 100% хлопок, хороший состав, хорошая юбка. Вполне-вполне такая себе, достойная. Так, давайте посмотрим свитер. Он стоит 40 долларов, размер large. И в составе у него очень мало. 5% шерсти, все остальное полиэстер. Да, 5% шерсти. Ноки все же лучше, чем ничего. Но он очень приятный. И такой, знаете, хорошая такая вязка крупная, супер. Горло не очень высокое, хорошее горло, в общем. Хороший свитер. Конечно, надо брать его размером побольше. Наконец-то к нам завезли Jill Sander коллекцию. Немного, правда, но кое-что есть. Вот я понесла с собой мерить. Опять же, немного, но чем богато, так сказать, тем рады. У меня Jill Sander 2 блузки, джинсы я решила померить. И вот такая вот курточка. Я решила померить их джинсы. Вы знаете, я вам даже не сказать, что они неплохо сидят. И они сделаны из такого интересного... Ну, рубашка тоже, наверное, Jill Sander. Очень интересная, кстати. Может быть, она с джинсами выглядит как-то скучновато. Но джинсы, вы знаете, интересны тем. Я хочу вам вблизи показать. Они довольно такого... Такого интересного цвета. Темные такой джинсы. И у нее у них вот такой вот отворот. Они мне, конечно, длинноваты. Мне нужен был бы вышкаблур, чтобы они спускались. Потому что, в принципе, как бы немножко они не длинноваты. А так, в принципе, я должна сказать, что они сидят довольно неплохо. Я потом смотрю какой-то размер, я не помню сейчас. Но они очень... Они такие, знаете, сделаны плотные, плотные джинсы. Твердые, такой колючие. Вот это мне не очень нравится. Хотя, в принципе, в этом такой смысл, что это такой, знаете, а-ля вайп 70-х. Когда, собственно, джинсы появились. И, собственно, вот они вот были сделаны из такой вот ткани. Видите? И вот такая вот блузка. Очень симпатичная, очень элегантная. У нее немножко разные тоже. Разный принт. Все в полоску. Здесь такая полосочка. Здесь другая немножко. На спине тоже другая полоска. Я потом, когда сниму, я вам покажу поближе все детали. Вот здесь какие-то вставочки беленькие. На кубличках, воротничок. В общем, все очень хорошо. В принципе, это вместе выглядит неплохо. Очень скучно. Базово. Ну вот, базово-базовый гардероб, девочки. Вот такой вот он и есть. Что нужно сделать? Можно его разбавить вот таким вот горчичным свитером или любым другим свитером. Если надеть сверху свитер, будут джинсы, рубашка, которая будет торчать из-под свитера. Рукава, воротничок. И уже чуть-чуть-чуть поинтереснее. Тем более зимой я считаю, что это очень хороший вариант. Вот с джинсами вниз носить такую блузку. Сверху свитера. Единственное, что для этого не нужно покупать блузку Джонсамбер за сумасшедшие деньги. Это может быть любая рубашка, даже мужская. И даже, может быть, немножко будет лучше, потому что она будет еще длиннее. Будет еще более такая, знаете, как бы более длинная рукава, более длинный вот здесь вот кусок ткани из рубашки будет торчать. И вот с такими вот мужскими, я бы сказала, джинсами у вас будет аутфит бойфренда, что сейчас очень актуально. Надеть на себя все мужское, даже иногда женское, под видом мужского. И, в принципе, вот щеголять мужские, хотя бы. Так, посмотрим на эту блузку. Это размер медиум. Знаете, что, может быть, мне надо было взять large, тогда бы она была бы пообъемнее. Но это зависит, чем носить. Если вы хотите вот в офис, например, с юбкой, то вот с медиум сам раз. Стоит она 50 долларов. А, она не так уж страшно дорого стоит. Я почему-то думала, что она стоит намного дороже. А, ну тогда ладно. Беру свои слова назад. За 50 долларов Чилл Сандер ничего страшного. Тем более, что у меня 100% хлопок. Так что, в принципе, она очень неплохая. Видите, я вам сейчас покажу. Здесь у нее сделана вот такая полоска. На рукаве немножко другая. На спинке такая же полоска, как на рукаве. И вот здесь вот вставочки такие беленькие с буквочкой плюс G. Очень мило. Я даже этого не видела. Хороший такой воротничок. Плотненький, хорошо сидит. Она довольно хорошо сидит. В принципе, на 50 долларов, я считаю, что совсем не плотно. Еще одна блузка Джилл Сандер. Это поинтереснее. Единственное, что я не очень люблю вот такой вот воротничок. Ну, ладно. Все не так просто с ней. Я сначала не поняла, как это все застегивается. Она как бы сделана двух слоев. У нее есть вот здесь вот застежка. И еще одна сверху, как бы кокетка, еще один слой, который тоже можно застегнуть вот на эту вот пуговицу. А можно оставить вот так в свободном полете влетать. Ну, в общем, я сначала начала все это застегивать, застегнула вот все-все вместе. Потом поняла, что у меня там внизу остался еще один слой не застегнутый. Ну, в общем, такая сложно сочиненная вещь. Симпатичная. Они есть тоже несколько цветов. Хорошо так сделана. Такая немножко расклешенная. Она довольно широкая внизу. Тоже, в принципе, с джинсами, с любой юбкой. С чем угодно ее можно носить. Удобная, хорошая вещица. Стоит немножко подороже она, чем эта в полосочку. По-моему, 59 долларов. Но сейчас я сниму, вот покажу. Вот такая вот неплохая. Нравится мне она и не очень долго эта стоит. Да. Одобряю, одобряю. Видите, она такая широкая здесь. Решила я это померить с Джилл Сандертой курточкой. Получился такой сложно сочиненный, сложно подчиненный монохром. Все синее, но все разных цветов синих. Джинсы синие. Это такой более синий-васильковый. Это темно-синий, такой более мейли. Ну вот выглядит так, вот это вместе совсем неплохо. Очень базово, очень, так знаете, минималистичный, я бы сказала. Подумала, что интересно будет сочинуть эту блузку вот с этой юбкой. Получился немножко такой амиш-стайл, знаете. Но в этом что-то есть. Мне кажется, что в этом что-то есть. А главное, что джинсы не очень хороший цвет подходил к ним. Мне кажется, что вот такой синий, хорошо, вот очень любит с песочным. И в принципе, довольно даже элегантно так получилось. Несмотря на то, что клёшная юбка и вот такая вот широкая клёшная грузка. Ну, давай, знаете, немножко такой богенный, немножко такой кантри. Немножко ковбойский, если взять в внимание мои сапоги. Мне, кстати, понравилось это сочетание вот с этой именно рубашкой. Мне кажется, очень, очень неплохо это было вместе. Как вы считаете, девочки? Мне нравится. Серьезно, мне даже очень нравится. Неожиданно, я не ожидала, что мне это понравится, но мне это нравится. Ну что ж, давайте посмотрим на эту блузку. Состав у неё тоже стопроцентный хлопок. Стоит она 60 долларов, размер медиум. Она довольно такая объёмная, довольно широкая. И вот, видите, у неё такая странная... У неё есть вот тут вот застёжка. И сверху ещё один слой, как будто бы тоже с пуговицем, что тоже можно застегнуть. Интересно. И джинсы, видите, вот что я имела в виду? Они такие серо-синие. Мне было интересно их померить, но мне кажется, как-то они не очень на мне сидят. Хотя, может, и ничего. Длина не соответствовала этим моей обуви. Если бы повышка обувь, то, наверное, было бы получше. У них внизу такой отворот. Стоят они 80 долларов. Это был размер 28. 28, 28 inch и весит 50 сантиметров. И так, дорогие девочки, прождавшись минут 15, чтобы здесь все заткнулись, и я смогла с вами спокойно попрощаться, чтобы перестал быть этот ор за дверями. Я с вами прощаюсь. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. С вами была ваша дитя из Канады. Люблю, целую. Пока-пока-пай.